Уже в это воскресенье на меня выйдет разоблачение. Честно скажу, я это разоблачение попросил сам сделать. Но, пацаны, это всё мой план. Ах ты врунишка. Честно, ребят, я не знаю, как этот ролик начинать. Он настолько горячий, что сейчас минимум три пердака заполыхают синим пламенем. Ну окей, смотри, ты можешь прислать это сообщение отцу Евгена. Если выйдет разоблачение, я буду только рад. Может быть, у меня как-то там актив немного поднимется. Если ты, дорогой, просишь меня поднять тебе активчик, то получай. И потом не обижайся, пожалуйста. Всем привет, братья и сёстры, на связи отец Евген. Здорово, отец. Добро пожаловать на свежий выпуск топовых новостей по Free Fire. На пятый, самый горячий выпуск новостей. Присаживайтесь поудобнее, прожимайте пальчик вверх заранее, потому что сейчас будет пипец, как жарко. Сегодня в выпуске. Alex Kicks. Новое масштабное разоблачение от отца Евгена. Когда его ждать и почему? Новое, достойное обновление магического куба. Новый пропуск с багами. Трайки от Гарена для самого знаменитого мошенника Рэдфейса. Ну и раз уж мы про этого отброса сейчас с вами заговорили, то в этом выпуске вас ждет разоблачение Рэдфейса. То самое, о котором вы так просили. Говно в Free Fire. И нет, ребята, это не крикбейт, это в прямом смысле слова разработчики добавили говно в игру. Пипец. Коллаборация со Street Fighter. Возвращение самого топового скина на XM8. И, наконец, мой ответ самому знаменитому разоблачителю мобильных игр SQ. Блесёй, ебанутый, просто, блядь. Я вот не удивляюсь, почему ты в Free Fire. Нервишки шалят, братан, нервишки шалят. Я... Братик, забегая вперед, сразу тебе скажу, что ты зря начал на меня... Выпендриваться. Это и многое другое обсудим прямо сейчас в новом выпуске топовых новостей по Free Fire. Он вам не Алекс Кикс. Эта неделя началась довольно бурно, с новой порцией разоблачений. В понедельник мне написал подписчик с просьбой слить одного из самых, наверное, популярных ютуберов по Free Fire, выпускающего новости из сливы. Алекса Кикс. И честно, до этого момента я относился к Алексу нормально. Я особо не замечал за ним каких-то косяков, которые могли бы меня спотвигнуть, прекратить с ним общаться и идти пилить про него разоблачения. И вы сейчас меня, наверное, спросите, а что изменилось и почему ты решил вдруг его слить? А дело в том, ребята, что наш Алекс Кикс оказался совсем не тем, за кого себя выдает. Ничего себе. Честно скажу, я его контент особо не смотрю. И выводы о нем делал всегда только исходя из личного общения, плюс роликов, которые видел. Ну, вроде бы норм парень, сливает новости, приветливый и даже в свое время разоблачал других ютуберов. Фанаты геймера, пожалуйста, посмотрите этот видеоролик до конца, и тогда вы поймете, кто такой на самом деле геймер. Сильное заявление. И по логике, если он разоблачает одного, значит сам по-любому явно лучше. Знаете, я так действительно думал. И поэтому новость, которую мне про него скинули, я никак не ожидал увидеть. Давайте не будем ходить вокруг налогового и сразу к делу. Наш Алекс Кикс рекламирует мошенников, которые ничего, кроме отбора денег у детей, не делают. И вы все прекрасно знаете, как я отношусь к таким вещам. Если человек рекламирует мошенника, то он сам ничем не лучше этого самого мошенника. В данный момент времени Алекс удалил некоторые свои ролики с канала. И если вы там начнете искать рекламу мошенников, то велика вероятность, что вы ее попросту не найдете. Но я облегчу эту задачу и покажу их вам сейчас сам. Во-первых, Алекс несколько раз рекламировал сайт, который по-хорошему Гарена обязана забанить. Потому что их деятельность нарушает пользовательское соглашение. Вот он, Fefe Drop. Сайт, который обещает своим пользователям скины на оружие, наборы на персонажи и алмазики, выпадающие из кейсиков. Неужели вы в это верите? Где я рекламировал кидков там и так далее? То есть, если ты слил там деньги, это значит, что сайт кидок или что? Типа тебе не повезло, значит все. Вы реально думаете, что этот сайт даст вам скины на какие-то оружия? Я этот сайт лично сам проверил два раза. Я просто поплоплю. Да в этой игре скины между пользователями передавать нельзя. И ведь на эту чепуху кто-то реально ведется. А Алекс на серьезных щах, на своих видеороликах, своим подписчикам задвигает за то, что сайт проверенный. Он сам лично его проверил и все честно. Ах, тогда этот ролик с рекламы удалился, это проверил. Во-вторых, второй сайт, который рекламирует наш дружище. Это стандартный лохотрон с лутбоксами, где типа можно выбить различную технику, а-ля телефон, наушники, ПК и прочее. Тут можно выиграть iPhone XS, iPhone X Max, Xbox можно выиграть, MacBook можно выиграть. Короче, много чего можно выиграть. И да, естественно, за копейки. В своей рекламе Алекс уверенно заявляет, что все честно и сайт рабочий. И на глазах всей своей аудитории открывает кейсик, окупаясь в самой первой попытке. И мне очень интересно, окуплюсь я или нет. Так, все, погнали, ребят. И... Нам выпадает ремешок. Ну, ребят, в принципе, неплохо. Я окупился на 1400 рублей. Все честно, ребят, сайт рабочий, вы что, не видели, что ли? Он же сам на своем ролике только что его открыл и реально выиграл. Я этот сайт лично сам проверил два раза. Ребята, не ведитесь на всю эту чепуху. Ютуберы, которые рекламируют эти сайты, это обманщики. Это люди, которые не уважают свою аудиторию. Которые получают проценты с ваших сливов. Ютуберам, которые рекламируют все это дерьмо, им дают подкрученные аккаунты, где сыпятся дорогие вещи на раз-два. Чтоб они на своих видео показывали это своим подписчикам. А те в это верили. Выпадает Алексу, например, телефончик за 500 рублей. И маленький школьникам, видя это, бегом бежит воровать деньги у своей мамы и заливает в этот сайт помойку. И, конечно же, он их проиграл. И объясните мне, ребята, кем нужно быть, чтобы это рекламировать? Но наш Алекс Кикс утверждает, что все проверено. Он все проверил два раза. Все честно. И более того, он даже поставил мне ультиматик. Ну окей, смотри. Ты можешь переслать это сообщение отцу Евгена. Если выйдет разоблачение, я буду только рад. Может быть, у меня как-то там актив немного поднимется. После этого разоблачения на сайты эти там и так далее, я все просто покажу. Как проверял там и так далее. Ну что ж, Алекс Кикс, братюня, я тебя понял, я тебя услышал. И прямо сейчас я на всю свою аудиторию и на твою аудиторию тоже обращаюсь лично к тебе. Я прошу тебя в течение 7 дней до следующего воскресенья, это, если что, будет 11 июля, на свой канал выложить ролик с ответом мне, где ты покажешь мне, как работают эти два сайта. И убедишь меня в том, что все честно, все легально и все работает. Ты ведь сам просил разоблачения, я это сделал, я называю тебя мошенником за рекламу лохотронов и обман малолетних детишек, которые смотрят твои новости. Кстати, которые очень часто оказываются фейком. Теперь давай выполнить свою часть уговора, но только есть одно маленькое условие. Ты включаешь запись экрана и без монтажа и склеек открываешь эти сайты с нуля. Без реферальных ссылок, без участия разработчиков, создаешь новый чистый аккаунт. Закидываешь на эти аккаунты свои собственные денюжки. И только после всех этих действий открываешь эти самые кейсы. И показываешь нам, как все тут работает. Показываешь нам, как тебе скины падают и потом добавляются на твой игровой аккаунт. Как тебе телефоны сыпятся за копейки и так далее. До 11 июля у тебя есть время записать это видео. А если ты этого, Алекс, не сделаешь, то я буду вынужден снять на тебя огромнейшее, полноценное, масштабнейшее разоблачение. Ну, это такие видосы, как я делал про майора, про жабку и потом... Обсирали. Ну, ты понял. В этом ролике, Алекс, я покажу, что ты не только рекламируешь мошенников, но и про то, как ты доверчивым своим подписчикам ссышь прямо в уши. Почти что в каждом своем ролике. Честно скажу, я это разоблачение попросил сам сделать. Но, пацаны, это все мой план. И уже, наверное, в конце августа вы узнаете про этот план полностью. Все от начала и до конца. Я вам расскажу все детали. Зачем я это делаю, зачем я это устраиваю там и так далее. Сказочный врунишка. Поэтому, братик, не тяни, давай с ответа. Покажи мне и докажи, что все эти сайты рабочие. И что они не отбирают денежки у твоей, в первую очередь, аудитории. А то смотри-ка, сидишь такой умный, разоблачаешь геймера их за рекламу мохотрона. И сам же эти же лохотроны рекламируют. Че это за двойные стандарты? Классно. Где-то ты на двух стульях уселся. Я жду твоего ответа, братик. Новые обновления. В прошлом выпуске я коснулся темы нового обменника за магический куб. И вы меня поддержали в том, что новые сеты там, мягко сказать, не очень. Буквально через пару дней выкатили новое обновление для магического куба. В этот раз кины там намного лучше. Из-за алмазного джекпота, который был примерно около 8 месяцев назад. Да, конечно, у многих они уже имеются. Но согласитесь, это явно лучше, чем то, что было до. Плюс 1 копилку уважения за адекватный подход к претензиям от пользователя. Давайте, пожалуйста, всегда так будете делать, хорошо? Также на этой неделе вышел новенький элитный пропуск. Обзор которого мы делали с вами в прошлом выпуске. Поэтому сейчас я на нем акцент делать не буду. Лично я его, как и планировал, забрал и начал уже проходить. Напишите, кстати, в комментариях, как вам новый пропуск. Нравится вам или нет? Будете вы его забрать или нет? Или, может быть, вы его уже забрали? Да, не думайте, ребят. Я не забыл. Я ведь в прошлом выпуске обещал этот пропуск разыграть. И я разыграл. Победите, которому достаются 500 алмазов на новый июльский пропуск от отца Евгена. Прямо сейчас у вас на экране. Алмазы, кстати, я ему уже отправил. Доказательства вот. Поздравляю тебя, братишка, с поведой. А всех остальных участников конкурса прошу не расстраиваться. Потому что дальше, где-то вот в этом ролике, вас ждет еще один топовый конкурс на алмазе. Смотрите видео до конца, внимательно слушайте условия и получайте халяву от отца Евгена. И, конечно, лайкусик прожмите, не забудьте. Но стоит отметить, что без забавных багов дело в новом пропуске не обошлось. В наградах второй недели я заметил вот это. 8 тысяч медалей за 30 урона из ПП. Очень круто. Какой стыд. Слив Редфейса. Совсем недавно самый знаменитый наебщик во Фрифайре получил долгожданный страйк от Гарены. И я очень надеюсь, что этот страйк не последний. Потому что подобных отбросов нужно банить и выгонять из игры. Упал страйк ему на ролик с так называемой накруткой алмазов на счет. Именно та накрутка, через которую он набирает себе аудиторию в ТикТок. Для тех, кто не в курсе и слышит имя данного дегроида, впервые поясняю. Это человек, который в сутки обманывает тысячи людей. Обещая им накрутку алмазов за копейки. Как он выглядит, никто не знает. Он скрывается за неоновой маской. И, естественно, никакую накрутку он никому не делает. Ему кидают деньги, он ставит человека в ЧС. Все очень просто. В сутки, по некоторым данным, этот отброс имеет более 20 тысяч рублей. И это по самым скромным подсчетам. Больной ублюдок. В свое время его пытались разоблачить другие ютуберы. Азам, Трэшер, Смайл и Малик. Именно так его зовут в жизни. Этим словно гордится. Да, он всем своим хейтерам пишет в ЛС. И чё, они пытались, а толку ноль. Ха-ха-ха. И как ни в чем не бывало, продолжает свои действия. Раз уж мы сейчас начали говорить про этого отморозка, давайте я покажу вам, как он накручивает эти свои алмази. В своих видео он использует так называемый софт с сайта geekprank.com. Это сайт с пранками. Сама программа лежит во вкладке хакер. Заходим туда и выбираем паспорт крекера. Вот она программа самого знаменитого накрутчика. А чё, так можно было, что ли? Я думаю, никому не нужно объяснять, что все его ролики это сплошной обман. Накрутить алмазы в этой игре просто невозможно. И все люди, которые вам заявляют о том, что они это делают успешно, они обманщики, которых нужно обходить стороной, которых нужно банить, на которых нужно жаловаться, которых нужно гнать санными тряпками из нашего комьюнити. И если вам этого мало, то посмотрите на суммы, которые наш накрутчик в кавычках накручивает. 6160 алмазов. Почему именно это число? А потому что именно столько можно задонатить через Гарену Шок. 5600 алмазов плюс бонус 560. Равно 6160. Чувак, на этих роликах донатить сам себе, а затем включают прогу с этого сайта. Записывает ее через запись экрана и в монтажной программе вставляет на видео. Вот она и вся хваленая накрутка. ГЕНИАЛЬНО! Ред Фейс это обманщик, на ролике которого, если вы их увидите, нужно обязательно жаловаться. За сутки до выхода этого видео, Ред Фейс написал мне в ЛС, что решил завязать с мошенничеством. Он увидел мои посты о разоблачении в Телеграме, испугался и решил завязать. Верить ему или нет, я не знаю, решайте сами. Но несколько часов назад, в своих ТикТок аккаунтах, он выложил разоблачение самого себя. Кажется, это победа, ребята, минус один мошенник. Такие моменты, как никогда понимаешь, что ты стараешься не зря. Какашки в игре. И я повторяю, это ни в коем случае не кликбейт, я просто на этой неделе вот что заметил. Я не знаю, когда конкретно, но разработчики добавили эту футболку в золотой джекпот. Вроде бы, на первый взгляд, самая обычная футболка. Но нет, ребят, чекайте ее описание. Ой, кажется, наступил в говно. Чё? Я думаю, на сегодняшний день это самая топовая футболка во всех, мать ее, играх. Круче уже по-любому не будет. Прямо сейчас идите ее выбивайте. Я всех призываю эту футболку выбить. Также, на этой неделе разработчики вернули в игру один из самых крутых оружейных инкубаторов. Вот этот, на XM8. Ребята, я вас уверяю, этот скин на сегодня самый топовый в игре. И я всем его настоятельно рекомендую выбить. Это имба, пацаны. Но выбить, естественно, только в том случае, если вы играете с XM8 часто, как я. И, конечно, если у вас есть бабки, потому что выбивать этот инкубатор с нуля, я уверяю вас, очень и очень дорого. Street Fighter. В пятницу разработчики наконец-то выкатили долгожданную коллаборацию с игрой Street Fighter. Я сейчас не буду зацикливать на ней внимание, потому что абсолютно все вещи с этой коллабы мы с вами уже смотрели в прошлых выпусках. Отмечу лишь то, что в честь коллабы обновилось и игровое лобби, которое выполнено в стилистике одной из самых знаменитых аренд Street Fighter. Для тех, кто не знает, эта арена с истребителями была самой популярной в первой части игры 1994 года. Вот такой вот интересненький факт, о котором мало кто знает. Также стоит отметить, что коллаборация сопровождается очередным топовым анимационным роликом, от просмотра которого лично я очень кайфанул. В который раз заявляю, что Гарена, что что, а ролики пилить она умеет. Безумно жду полнометражный анимационный фильм или сериальчик где-нибудь на Нетфликсе. Напишите, ребят, в комментариях, какая из вещей в коллабе со Street Fighter по вашему мнению самая крутая и что из этого всего вы хотите забрать. Ну а для тех, кому денежек на это событие не хватает, запускаем очередной конкурс на алмазики. Да, ребят, прямо сейчас я буду донатить рандомному подписчику из комментариев. Все, что нужно для участия в данном конкурсе, это подписаться на канал, поставить лайкос под видео и написать комментарий минимум из пяти слов, плюс обязательно в конце коммента оставить свой айдишник в игре. В следующем выпуске, который выходит по воскресеньям, я рандомно выберу одного подписчика, которому отправлю алмазики. Всем желаю удачи. Конфликт с Эскьюб. Естественно, самое горяченькое я оставил на конец. Присаживайтесь, ребятки, поудобнее. А тебе, Эскьюбчик, я рекомендую приготовить, огнетушить, потому что прямо сейчас Эскьюб, твой пердак заполыхал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Люди, которые подписаны на мой канал давно, знают, что в свое время я собирался снимать разоблачение на такого персонажа, как Эскьюб. Для тех, кто не в курсе, на сегодняшний день это, пожалуй, самый знаменитый разоблачитель мобильных игр на Ютубе. Я анонсировал разоблачение в прошлом году после мини-конфликта с Азамом. Точнее, одно разоблачение будет на одного, который засрал нашу с вами любимую игру И да, я действительно снял на него разоблачение и ролик был уже на финальной стадии монтажа. Эскьюб был об этом в курсе. Когда до него дошла информация, он сам лично мне писал, он ждал этот ролик. Он даже конкурс этому посвятил на своем канале. Но в самый последний момент я передумал это. Потому что случился конфликт с Джабенычем, и я начал собирать на него материал и более подробно принялся изучать всю внутреннюю кухню нашей с вами игры. И знаете, именно тогда я понял, что на самом-то деле Херскюб нормальный парень. Да, нормальный пацан. И большая часть того, что он говорит в своих разоблачениях фрифайра, это чистая правда, с которой глупо было бы спорить. Именно тогда, когда я изучил всю подноготную Горену для разоблачения жабки, я поменял свое мнение об этом человеке. В своем том видео я даже использовал его материалы. И я сам лично на своем стриме говорил ему, когда он к нам заходил, что по отношению к нему мое мнение изменилось, что отныне я его поддерживаю. Он реально красавчик и никакое разоблачение от меня его не ждет. Я его делать не планирую. Да, 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 ребят, я переобулся, называйте это так. И кажется, все, живем мирно и дружно. Но каково же было мое удивление, когда Херскюб ни с того ни с сего начал на меня выебываться. Началось это все еще в июне, когда он периодически закидывал мой контент к себе в телеграм-канал и тонко стебался над ним. Я это игнорировал и никаких реакций не давал. Но после выхода его последнего видеоролика с моим участием, я бомбанул. 28 июня на канале Херскюб вышел видеоролик «Она во мне Гарена, подаю в суд», который является перезаливом ролика, который выходил на его канале около года назад. Но тогда он мгновенно был удален с платформы самой Гареной и Скюб получил от них очередной страйк. Спустя год, хер, пойми зачем и для чего, он его полностью перемонтировал и перезалил к себе на канал. И честно, я сначала этому обрадовался. Потому что он реально, я повторяю, делает годный контент и я давно хотел увидеть на его канале материал, посвященный этой игре. Как в старой и доброй. Потому что в Free Fire и с момента его последнего разбора было уже столько изменений, что ролик выйдет минимум на час. И да, он действительно анонсировал продолжение этой истории в самом начале своего видео. Он даже вставил фотки нашего с вами хорошего дружка, который я нарыл, делая свое прошлое разоблачение. Сказать, что я был этому безумно рад, это не сказать ничего. Если же Веныча насилуют, то я на стороне маньяка. Но, как вы понимаете, радость моя, ребят, была недолгой. На пятнадцатой минуте своего ролика Херскюб вновь пытается меня задеть. И вот что самое интересное, так это то, что об этом знает практически все Free Fire скай комьюнити. Но почему-то все, как один, засунули язык в жопу и помалкивают. В своем видео, в рассказе о дисквалификации троих, Херскюб говорит, что все ютуберы, как один, засунули языки в жопу и продолжили открывать кейсы, словно ничего и не было. И на этих словах он вставляет мое лицо. Больной ублюдок. Ни один крупный блогер по Free Fire даже не сделал банальный репост роликов ВКонтакте. Все как один засунули язык в жопу и просто молча продолжали открывать свои сцены кейсики, делая вид, что в их в игре вообще ничего не происходит. Лицо человека, который был единственным ютубером, не считая Смайла, который топил за трою, который рассказал про эту ситуацию, который вступил в конфликт с менеджерами, который получил за это два страйка. И знаешь, что из Кьюб, ты ведь был об этом в курсе. Ты ведь в этом же ролике вставил фотографии, которые я показал в своем разоблачении. В разоблачении, в котором я освещал ситуацию строй, о которой ты рассказываешь и о которой якобы все молчали. Более того, я на своем стриме лично тебе об этом сам рассказывал. И вот у меня вопрос к тебе сейчас. Зачем? Ты это сделал? Многие подписчики из Кьюба начали говорить фу, обижаются на какой-то годовалый видос, за фотку. Нет, ребята, это не годовалый видос, это перемонтированный видос. В оригинале этого момента нет. На этих словах у него там стоял жабка. Все как один засунули язык в жопу и просто молча продолжают открывать свои блядские кейсики. А в новой версии уже стою я. И более того, ролик, момент с которого из Кьюб используют, вышел примерно через 7 месяцев после первой версии его видео. То есть он целенаправленно взял мой видос и вставил его под свои слова, прекрасно зная, что я и мои подписчики дадут на это реакцию. И пользуясь случаем дорогой из Кьюб доношу до тебя, что я не открываю на своем канале кейсы. Ролик, который ты использовал это Роффл, который направлен на то, чтобы выстебать эту игру. Я открывал кейсы и показывал, что с них нихрена игрокам не падает. Ты хотя бы материал проверяй, который используешь. И после того, как я дал реакцию на этот высер, из Кьюб ответил мне в своем телеграм-канале, сказав, что он говно не отличает. То есть для этого человека абсолютно все ютуберы по фрифайру это говно. И увидев это, его подписчики начали писать мой ха-ха-ха-ха-ха, да он рандомно твою фотку взял, а ты обиделся. Нет, ребята, это сделано не рандомно. Помимо меня и моего этого одного Роффл видео на ютубе тысячи роликов с кейсами. И я слабо верю, что именно я, не особо популярный ютубер, будем честны, оказался со своим роликом первым при поиске. Это сделано специально. Об этом я сказал в своем телеграм-канале. Об этом я сказал на стриме. И это нашему горе-разоблачителю очень сильно не понравилось. За что он мигом наслал мне десятки тысяч комментариев от своих подписчиков. Он просто сказал пойти срать мне в комменты. И те, как послушные, овечки пошли меня рейдить. Но вот только когда я уже по Роффлу послал рейд в ответ, комменты он сначала удалял, а потом и вовсе их закрыл. Я не удивлю. Сказочный. Дурачок. Эскьюб, я хз, зачем ты все это делал, но поверь мне на слово, не на того человека ты сейчас напал. Я не верю в то, что все это просто случайно. Или то, что ты слепой дегенерат просто не отличаешь одного ютубера от другого. Я никогда не поверю, что ты рандомно взял первый попавшийся ролик и вставил его в свой высер. Параллельно с этим стебя меня до этого в Телеграме. Ты в своем этом, перемонтированном видеоролике на салвуши своей же аудитории. Это факты. Идиот. Эскьюб это тот человек, который всю свою нынешнюю популярность получил за счет конфликтов. Это так называемый паразит, который кроме того, чтобы обсирать, ничего больше не умеет. И кстати, который за всю свою ютуберскую карьеру уже с тысячу раз переобувался. Сначала у нас Эскьюб любит папку, играет в нее, боготворит ее, делает обзорчики, активно подлизывает разрабам, а потом становится главным ее хейтером и выпускает разоблачения одно за одним. Сначала он засирает Фортнайт, поливает ее с ног до головы дерьмом, а потом снимает двухчасовой ролик и рассказывает весь сюжет игры за все время ее существования. И попутно с этим сливает сотни новостей по этой игре ежедневно свой Телеграм-канальчик. Сначала у нас Эскьюб говорит, что мобильная колда это дерьмище, а потом считает ее лучшим мобильным шутером. Сначала Фрифайр у нас говно, я никогда в жизни в нее не зайду, а потом неоднократно делает по ней стримчики и часами напролет катает в нее. И вроде бы больше не делает, разоблачения не трогает, но как только актив на канале проседает, он выпускает старое видео годовалой давности, только для того, чтобы реанимировать свой помирающий каналчик и вернуть туда былой актив. Ты просто гений. Сейчас у нас Эскьюб очень сильно ждет новенький PUBG New State и готовится к ее выходу. И поверьте мне на слово, для него это будет лучшая игра мира. Она на старте будет лучше колды, которую он по-любому засрет совсем скоро. Она будет лучше, чем Фортнайт, который, кстати, когда-то был говном. А сейчас пишите тег автора при покупке нового набора. Все будет говном, а PUBG будет топчик. Но это исключительно только на старте. А потом, когда пройдет время, и New State уже станет не такой хайповенькой, она станет точно таким же говном, как это всегда у него и бывает. Эскьюб — это человек, который делает всю свою популярность исключительно на негативе. На его канале нет ничего, кроме хейта. Он выбирает популярную игру и засирает ее от и до. И порой даже не проверяя факты и аргументы, которые сам же приводит. Потому что всем известно, что народ конфликты любит. И подай красиво упакованный видос, и они даже не пойдут проверить информацию из него. Народ все это хавает. И Эскьюб это прекрасно понимает. Да, братик, ты красавчик. Ты умеешь делать разборы. Но вот знаешь что? Ты умеешь опускать лишь игры. А я умею опускать видео. И мне абсолютно насрать на аудиторию человека и его защитничков. Потому что если я решил размотать, я гарантированно размотаю. И этим своим видеороликом, Эскьюб, я тебе прямо сейчас говорю. Я тебя решил размотать. Можешь и дальше устраивать мне рейды. И писать в своей телеге, какой я смешной и жалкий, и натравливать на меня своих подписчиков. Мне на это абсолютно насрать. В конце концов, был у нас тут один с полутора миллионов подписчиков. И огромной корпорацией за спиной на букву Г. И чё? Как был, так и не стало. Прямо сейчас сидит на своем каналчике без просмотров. И ху, без соли доедает. И как говорится Эскьюб, собаки лают, караван идёт. И мой караван уже совсем скоро доберётся до тебя. И поверь мне на слово, дорогой, в этот день ты офигеешь. Жди меня, Эскьюб. Разоблачение уже скоро. Новые сливы. Уже по сложившейся традиции, в конце выпуска, давайте посмотрим на все сливы новых вещей, которые были за эту неделю. И которые уже совсем скоро появятся в нашей игре. Их не так много, но они имеются. Все они у вас прямо сейчас на экране. И пока вы их смотрите, не забывайте прожать лайкусик. И конечно же, подписаться на канал, если до сих пор на него не подписаны. Друзья, это были все самые топовые новости по Free Fire за прошедшую неделю. Я очень надеюсь, что этот горячий выпуск вам всем понравился. Если это так, по-братски прожмите лайкос. Ведь новости были просто эпичные. Просто взрыв башки. Алекс Кикс, я жду твоё видео. Эскьюб, я жду твой ответ. Не на того ютубера ты, братик, напал. Ну и, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем мошенникам и хейтерам. Ребята, поймите меня, пожалуйста, вас очень много, а я один. Но вы не думайте, что я из-за того, что я один там сливаю и заднюю даю или не доберусь до вас однажды. Нет, уверяю вас. И даю вам прямо сейчас слово. Я разъебу каждого из вас. Беги, сука, беги! Алло! 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 Ребят, можете мне подсказать креатив в новостном ролике? Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой. Это будет креативно. Но! Какой креатив может быть в новостном ролике?